ЗУЛИН Привет, друзья! С вами Зулин. Вот и закончился мой бакалавриат. Отмечали мы, конечно, надо сказать, не слабо. Да, я ни хрена не помню. Что, впрочем, не удивительно, но есть одна вещь, которая меня беспокоит. Подождите немного. Алло, Веретов? А, привет, привет, Зулин. Привет. Слушай, а ты, я хотел тебя спросить, не помнишь наше отмечание диплома? Ну, в общих чертах, да, но я должен сказать, знаешь, мы много выпили, и я, возможно, плохо помню некоторые вещи, о которых, я уверен, не было. Какие вещи? Ну, неважно, ничего не было, нет. Знаешь что, не думаю об этом. А, ладно, хорошо, слушай, я скажу, у тебя нет случайных синяков в нижней части спины? Что? Не-не-не-не, о чем-то, конечно, нет, я же говорю, ничего не было. А-а. Да. Ага, ну ладно, слушай, хорошо, ладно, давай. Пока, целую. Я тебя тоже, Солнце, пока. В любом случае, сегодня мы поговорим о Пенумре. Да-да, о той самой Пенумре, которая вышла в седьмом году от, мягко говоря, небольшой студии Frictional Games. Пенумра — это у нас очередной survival-хоррор, представляющий собой определенный интерес в плане геймплея и атмосферы, унаследовавший даже некоторые элементы из таких игр, как Зов Ктулху. О, нет. Ну, если по-честному, то не так уж и много, но определенные отсылки к Лавкрафту там есть. Но, без лишних слов, давайте начнем. Итак, я говорю, конечно, о Пенумре. Что? Пенумр, ставьте ролик. Итак, просто чтобы все понимали, о чем идет речь. Пенумр — это очередная игра про темные коридоры, закрытые двери, кодовые замки и интерактивное окружение. Интерактивное окружение? Именно так, интерактивное окружение, как и физический движок в целом, одни из ключевых элементов игры. Но об этом позже. Сперва об основах. Пенумр, как я уже говорил, это survival horror, основная часть которого заключается в... Зулин! 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 Что? Какой-то странный тип на улице, который я видел первый раз в жизни, просил передать тебе это. Что это, телефон? Ну, похоже на то. Ладно, мне пора. Минуту! Ты не какой-нибудь чувак из Девастейшна, Дрикгиллера и Ружьварьера. Кто ты? Как ты попал в этот дом? Откуда у тебя эта шляпа? По-моему, мне пора. Блин, а что мне с этим... Что это, записка? Эй, блядь! Как меня слышно? Чётко, игрок. Подожди секунду. Джуси Джу? Какого хрена ты здесь делаешь? Я имею в виду... Ну, ты понял. Ты говна, кусок! Я ненавижу вас! Вы охуели там совсем выпускать такое говно на рынок! Блядь! Я вам обещаю, ублюдки, я найду вас и заставлю вас сожрать весь тираж дисков с вашей поганой игрой! Ты слышишь меня, блядь? Подожди, я не понимаю, о чём ты говоришь. Ты уверен, что туда послал телефон? Какой ещё телефон? Ты разве не один из разработчиков Терминации? Нет. Я... Я Зулин, я делаю обзоры. Оу! А на что обзор? На Пенумбру. Пенумбру? Блядь! Это одна из моих любимых игр! Можно я останусь? Нет! Почему, блядь? А почему да? А почему нет? Вообще убедительно. Отлично! Значит, Пенумбра. Пенумбра, это вам нихуя не кризис. Не-не-не-не. Давай я сделаю вводную, раз я уже начал, хорошо, ты потом подключишься. Валяй! Итак, Пенумбра это хоррор-гейм с какими-то элементами адвенчура, я полагаю. Основную часть времени мы проводим в темных коридорах заброшенной шахтой лаборатории Мануик. И пытаемся разобраться в том, что именно такое страшное произошло в этих шахтах. От чего умерли все работающие в ней люди. А теперь игра... Угадай завязку, блядь! Уважаемые игроки, сейчас начнется первый раунд нашей игры «Угадай завязку». Вашему вниманию предоставляются четыре варианта сюжетных хода. И вы должны будете выбрать верный. Если справитесь, будете молодцом и хорошим человеком. Если нет, ну вы хотя бы попытались. Вы готовы начать? Да, я готов. Отлично. Итак, первый раунд. Угадай завязку, блядь! Что уничтожило почти весь персонал и вылилось в катастрофу локального уровня? Массовое восстание рабочих? Эпидемия неизвестного вируса? Отравление газом? Взрыв метана? Я не знаю, сейчас я подумаю. Наверное, это... Да, это восстание рабочих. Мой ответ — восстание рабочих. Это твой окончательный ответ, блядь! Напоминаю, ну-ка, ну ровно нихуя! Да, да, это мой окончательный ответ. Неправильно, блядь! Правильный ответ — эпидемия вируса! Эпидемия вируса? Да. Ну, правда? Да. Ну, это же так тривиально. Ну и что, блядь, работай с тем, что есть! Ну, в общем, это правда. Если закрыть глаза на незначительные детали вроде тайного культа и истории про погибшего отца, то, да, мы имеем дело с очередной историей про то, как ничтожные людишки в шахтах откопали что-то, чего откапывать не следовало. Посмотрим, с чего все начинается. Говард исчез из жизни матери еще до моего рождения. Письмо отца пришло спустя несколько дней после ее похорон. Так я впервые услышал. Эй, 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 стоп, 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 стоп. Что это за такая блевотная озвучка, а? Нет, правда, я все понимаю, но вот, вот это вот, видите? Что это, Джо Си Джо? Эм, диск. Нет, вот, вот это вот. А! Кажется, это логотип Snowball. Правильно, это логотип Snowball. Теперь, на всем, абсолютно на всем, на чем стоит логотип Snowball, должна быть охуенная озвучка. А это, господа, не охуенная озвучка. Нет. Я представлял физиков, поэтому обратился к знакомому языковеду за консультацией. Нет, правда, этот человек звучит, как мент, надиктовывающий рапорт. С кирпичом в жопе. В письме отец требовал сжечь эти бумаги и не пытаться ничего выяснить. Но он допустил роковую ошибку. Ни один человек не в силах избежать силков любопытства, а я всего лишь человек. Расшифровать книгу оказалось невозможно. Зато в записях упоминалось место в безлюдной части Северной Гренландии. Через год я сел на последний авиарейс в своей жизни. А вы знаете, господин Филипп, есть небольшая разница в плане несжигания документов вопреки воле хозяина. Например, несжигание рукописи Кавки было обдуманным и взвешенным решением. Самого Кавку, конечно, не спросили, но кого ебет его мнение, правда? Но мы говорим о заведомо суицидальной поездке в хрен знает какие ебеня, хрен знает зачем в Гренландию. Придурок! Послушай, ты не прав. Где, блядь, твоя страсть к приключениям? Ты хочешь сказать, что не бросил бы всё и не поехал бы в снега Гренландии ради того, чтобы узнать истину? Нет. Почему? Не люблю снежный уровень. Мы начинаем в каюте корабля, где нам сразу дают попробовать новшество системы управления. И, если быть точным, дают попробовать непереносимую бескусицу в плане, даже не знаю, как назвать, текстовых подсказок. Может, я и вдалеке от дома? Но я ещё помню, что поднять вещь — левая кнопка мыши, а присмотреться к ней получше — правая кнопка мыши! Нет, я категорически против этого. Я искренне не понимаю логики человека, который в какой-то момент решил сделать таким образом. Мне правда обязательно нужно поверить, что мой главный герой говорит о каких-то там кнопках мыши? Ради всего святого, главный герой вообще не знает и не должен знать о том, что он в компьютерной игре. За исключением тех случаев, когда сюжет построен на этом, чего здесь не наблюдается. Что мешалось делать, я не знаю, вот так. Ты нудный? Пиздец! Да брось. Так вот управление. Львиная часть игры завязана на физике. Проще всего описать это таким образом. Вспомните, когда в первый раз, играя в Half-Life 2, вы хватали всё подряд — банки, коробки, ящики. Хватали и кидали куда-нибудь или в кого-нибудь. Это было не нужно, но в целом это было весело. Так вот, в Пенумбре примерно то же самое, но это нужно почти всегда. Один! Но всё немного сложнее. Игры с физикой, в общем-то, не ограничиваются примитивными задачками в духе «свали ящики в кучу и заберите на платформу». Игра пытается создать видимость того, что игрок манипулирует всеми объектами вручную, включая двери, рычаги... Ну, в основном двери и рычаги, да. Проще говоря, теперь, чтобы войти в дверь, нужно не просто нажать рядом с ней кнопку действия. Нужно подойти к ней, схватить её мышью и тащить мышь по желаемому направлению. С рычагами то же самое, схватили и тащим. С вентилями то же самое, схватили и крутим. Надо сказать, поначалу весьма цепляет, однако ближе к середине уже первой части приём теряет своё очарование и превращается в рутину. Что немного досадно, правда. Потенциал у этой штуки крутой, но игра не предлагает делать с ним ничего сложнее, чем тянуть рычаги и крутить эти, блин, вентили. Система интересна, но отмазывать скудность исполнения тем, что это такая уж серьёзная инновация, я бы не стал. К примеру, похожие элементы присутствуют, например, в Metroid 3 Corruption. Которая вышла в том же 2007-м. И там точно так же можно было крутить рычаги руками. А ещё там можно было управлять приборной панелью космического корабля, рвать вещи на части электрохлыстом и прочее. Можно зайти ещё дальше. Half-Life, который 2, вышел на 3 года раньше. Там было очень много похожего в интерфейсе. В общем, управление милое, но не вытягивает. Поначалу споров нет, весело. Но после того, как культурный шок проходит, понимаешь, что это просто очередной вклад в рутинность игрового процесса. Хотя, не спорю, бросать труп гигантского червя по всей комнате очень весело. Также у нас есть нечто вроде боевой системы. Которая, как и следовало ожидать, в общем-то, от survival horror довольно убого. Хороший признак, впрочем, что в игре ей уделено не так уж много внимания, а в последующих частях она вообще убрана. Ну, а раз Juicy Ju так любит эту серию, пусть и расскажет о том, что можно держать в руках в первой части. Подобно, Дума-3. Фонарь твой, друг твой. Есть еще и культовая зеленая геморройдальная палочка. Есть сигнальные огни, которыми ты никогда не будешь пользоваться, кроме как отняхуй делать. Освещение выполнено на уровне. Это вам не боевая система, нахуй! Которая кривая, как походка выпившего, блять! Со всю игру мы поддержим три вида оружия. Молоток, швабру и кирку. Швабра, походу, подпольная заводского производства, потому что толку от нее нету ровно нихуя. А кирка, это пиздец. Можно три раза уебать собаке по рылу, а она еще, сука, тявкает. Лучшая тактика, это прыгнуть на коробку и с нее ебашить. Собака от тебя просто, блять, не достанет. Сам ты, блять, багаюзер! Говоря подробнее, в Пенумбре немного переборщили вот с этим эффектом собственных рук. В боевке это выражается вот в чем. Чтобы ударить киркой, нужно не просто нажать левую кнопку. Нужно, считайте. Первое. Зажать и держать левую кнопку мыши. Второе. Потянуть мышь в сторону, противоположную направлению удара. И третье. Потянуть мышь, собственно, по направлению удара. Задумка неплохая, и она могла бы смотреться неплохо, скажем, на V, но с мышей это превращается в геморрой, особенно когда нужно одновременно двигаться и бить. То, блин, движение не схватится, то хит-детекшн косячат. В общем, было куда работать. Или выбросить эту боевку нахрен, что и сделали, собственно говоря, в последних частях, но о них позже. Врагов здесь не так уж и много. Четыре. Блин, что ты считаешь? Типы дверей. О, и много насчитал? Штуки четыре. Терминация пока выигрывает. Так вот, врагов здесь немногим меньше типов дверей, и из тех, с кем реально резонно драться, только собаки, пожалуй. Как уже сказал Джуси Джу, самое простое, тыкать их с ящиков, однако я прекрасно справлялся, сидя на земле. Я люблю бессмысленное насилие в играх Но если собак еще можно пинать как-то, то с пауками, скажем, драться тотально бесполезно Если они есть в кадре, бегите Спасайте свою жопу, потому что они вам ее на блюде принесут Как правило, они лезут из дыр, которые можно заткнуть камнями, так что действуйте Надо сказать, что для первой и второй частей, преимущественно для первой, характерно специфичное строение уровней По сути, вся игра разделяется на несколько этажей, каждая отдельная карта с несколькими зонами Конкретно говоря, вот вторая карта По сути, здесь, как и на остальных уровнях, нам нужно бегать между ключевыми локациями, избегая опасных собак и нажимать тут и там рычаги Начали здесь, побежали туда, сделали там что-то, забрали что-то, отнесли это сюда Отсюда пошли туда, оттуда туда, и рано или поздно откроется вход на следующий этаж И в этом вся игра Не могу сказать, что это плохо, впрочем Во многих других играх все то же самое, просто об этом не говорится честно Хотя иногда это выливается в то, что мы по незнанию идем куда-то, дергаем там за рычаги и думаем, что сделали что-то полезное А оказывается, что для того, чтобы эти рычаги дали эффект, сперва нужно включить какой-нибудь триггер в другом конце этажа Из-за чего слоняешься, как дурак и не знаешь, что делать, а это не всегда безопасно Но такое бывает не часто Бывают и просто надуманные головоломки Вот, например, здесь На том конце озера есть кое-что, что нам очень нужно Лед тонкий и проваливается под ногами, что влечет на собой смерть А теперь попробуйте угадать, что здесь нужно делать Напоминаю условие, нужно перейти на ту сторону по льду, который проваливается под ногами Все подсказки уже есть на этом экране Итак, если вы выбрали вариант раздолбать вон тот сарай и кидать перед собой доски, чтобы вес распределялся по ним, не нанося при этом ущерба льду, вы победили А теперь посмотрим, сколько человек справились с заданием Один Некий Джусси Смит из провинции Так нечестно, блин, ты уже играл в это И что, бля, я тоже хочу бриз Кроме того, я ответил правильно, блядь Это ты так думаешь Доски для слабаков, я перебегу это озеро и без тупых досок Я посмотрю на твою попытку Блядь, 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 нет, 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 нет О, видал? Надо же Ну что ж, ты почти победил Почему почти? Осталось всего лишь вернуться назад Хоп, ать, еб, блядь, 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 нет, нет Вот так Новичкам везет К чести разработчиков, надо сказать, что атмосфера здесь особенно поначалу Когда вы еще ждете чего-то нового от игры, очень даже крепкая Графон, конечно, совершенно не тянет на седьмой год Но звуковое сопровождение и игры с освещением вытягивают все Идешь по темным коридорам и знаешь, что где-то здесь бродит что-то Умом, конечно, понимаешь, что это что-то полудохлая собака, которую затыкать киркой проще, чем угадать, какая партия победит на ближайших выборах в Думу Но эмоции почти полностью захватывает освещение и звук То и дело, кто-то скребется в стенах, где-то слышны звуки падающих камней, звук собственно шагов, эхом долбит по ушам В общем, в лучших традициях Есть, конечно, и моменты, портящие впечатление Я говорю в основном о сюжете А точнее, о способе его подачи А точнее, о озвучке единственного персонажа, говорящего голосом Знакомьтесь, Рыжий Может, я не столь идеален, как застывшая картина, но мои слова верны и испытаны временем Чума, чума нога твоей полушария Посиди-ка тут в мое Ты что думаешь, я использую... Без пяти минут сумасшедший шизофреник, оказавшийся не в том времени, не в том месте Сам по себе типаж интересный, но обошлись здесь с ним крайне скудно Он всего-то периодически говорит с нами по рации, а мы ему молчим в ответ Прежде всего Почему главный герой всегда молчит? В опенинге он прекрасно разговаривал Блин, господин Филипп, ты в богом забытой шахте, хрен знает где Твои шансы выбраться варьируются в районе нуля процентов На твоем месте я бы воспользовался тем, что в шахте есть выжившие И, не знаю, пошел бы на контакт Сам Рыжий озвучен, не знаю, неправдоподобно Ну, я имею ввиду совсем Для начала все его сумасшествие сводится к весьма специфическому подходу в плане выбора слов Откуда моим серым клеточкам знать, что у тебя жижа подтекает? Да, Рыжий обманул тебя Паучилас не был неизбежным словом Нет, он был заслуженным наказанием Чувствуете? Я нет А знаете, как надо озвучивать сумасшедших? Как Джокера во второй персоне А это, ну, не знаю Я не могу сказать, что это плохо, поймите меня правильно Но все равно не верю То акценты не там, то паузы в речи надуманные В общем, я не знаю, что еще сказать Видимо, после записи опенинга актеру, что озвучивало главного героя, решили выстрелить в лицо из дробовика Так что все остальное время наш альтер-эго разговаривает исключительно текстом на экране И вот тут у меня уже начинаются проблемы, блин Потому что это жуткая безвкусица Что за драные троиточия? Что за эфемизм? И авторам знакомо понятие стиль Таким языком не будет говорить человек, который застрял в заброшенных шахтах, кишащих мутантами Таким языком будет говорить человек, который пытается придумать текст для первого Это огромная разница, если вы понимаете, о чем я Итак, пробежав кучу коридоров, подергав за кучу рычагов Мы находим выход из первой игры и ответы на некоторые сюжетные вопросы Вторая часть Краткое превью второй части от Джуси Джо, может быть? Итак, Пьянумбра 2 Сел я в нее играть с утреца и к вечеру прошел Причем с длительными перерывами Игра короче прошлой части Разработчики немного наблядорожили Всего лишь убрали у нас возможность пиздить врагов С одной стороны правильно, а с другой... С другой... Мы научились плавать, блядь У нас появились компы в игре Новых персонажей стало больше Сюжет стал не кривоват, а косоват, блядь! Ну, не буду блядорожским спойлерменом Играть можно Только теперь мы не срем штаны все время Мы адоводрищем, но моментами Надо сказать, что может это я тупой Или Джуси Джу слишком умный Или нагуглил Солюшен Но у меня вторая часть заняла немного больше времени, чем первая При том, что я в некоторые моменты тоже, в общем-то, нагуглил Солюшен Главное отличие, что сразу бросается в глаза, это общий интерьер В первой части это были заброшенные шахты, груды камней, коридоры плиточкой Во второй части мы попадаем в блядскую черную месу Появились компьютеры, какие-то лазеры, автоматические двери Блин, это все еще мануик или это космический корабль Энтерпрайз? Сюжет дал трещину Не то, чтобы раньше все было шоколадно, но было, во всяком случае, стройненько и стерильно Внезапно всплыли какие-то загадочные культисты, каста древних, еще какая-то полуэзотерическая хрень Я не знаю, видимо, ответственные люди решили, что без этого мы заскучаем Затея, правда, провалилась, потому что игрока, в данном случае я, начал скучать уже под середину Во всех этих играх, где есть сюжет, существует такая тонкая грань, после которой геймплей начинает преобладать над историей Попробую объяснить на примере Silent Hill Когда игрок продолжает играть в Silent Hill не для того, чтобы узнать, что происходит с историей А потому что ему нравится стрелять в монстров, это довольно плохой знак Вот в случае Пенумбра это именно так Есть и условный плюс Во второй части теперь аж два говорящих персонажа И нет, ни один из них все еще не главный герой Первый, голос в нашей голове Знакомьтесь, Кевин Нет же, нет, не туда Ты знаешь, куда идешь, а? А сзади разве не было никакой двери? Это у нас значит воплощение вируса, который полностью властен над нашим сознанием До такой степени, что вполне в силах создавать зрительные и звуковые галлюцинации Ты, может быть, лучше, если старина Кевин сделает за тебя всю работу Ты, ты бы видел свое лицо Похоже, будет весело Мне даже немного жалко тебя убивать Теперь вот что Отныне я ни слова не скажу про сюжет Вообще, ни единого Ну, пожалуй, скажу только то, что концовка второй части Это феерический пиздец в самом плохом смысле слова Но я не понимаю логики вируса Честно, я не понимаю ее Главным образом я не понимаю вот чего Какова вирусова аттитюда по отношению к главному герою? Он хочет нашей смерти? Или он не хочет нашей смерти? Если он хочет нашей смерти, то почему не нафигачить галлюцинации, от которых остановится сердце? Или, можно еще проще, почему не сделать иллюзию, что вместо бассейна с кислотой находится ровный пол? Он бы избавился от человека в момент Если он не хочет нашей смерти, то какого ж хера он так сильно усложняет нам жизнь? Пару раз он менял положение дверей, заставлял терять сознание Это не полный список В чем проблема этого парня? Просто развлекается с человеком до поры до времени? Тогда почему не уничтожил его сразу же, как последний начал представлять угрозу вакциной? С этим сюжетом есть серьезные проблемы Второй персонаж, говорящий голосом Знакомьтесь, тупая шлюха Ооо, у вас видо, как будто вы ночевали в канализации Ну, это не важно Меня зовут Амабель Свансон Амабель Свансон Которая, как и Рыжий в свое время, засела где-то в самой жопе лаборатории и вещает оттуда посредством видеосвязи Причем делает это таким голосом, как будто только что вернулась с кухни, завернулась в теплый плед и смотрит секс в большом городе В прошлый раз я решила, что у вас видок хуже некуда Или сейчас разрешение получше? Ай, так, простите меня Нельзя глумиться над единственным кандидатом в спасители Я не могу понять, что не так с этими людьми Сестренка, ты внутри вымершей шахты в Гренландии Твои шансы на спасение равны среднему IQ участника движения «Наши» Нулю Это мой политический юмор, если кто спросит Опять я, в общем, не верю в эту озвучку Вирус еще, давайте по-честному, туда-сюда Хотя тоже неправдоподобные интонации, акценты, вся фигня Но, ой, они хотя бы есть В отличие от... Василий, попробуй найти выгодную позицию и прикрой нас снайперским огнем Нет, нет, нет В плане геймплея почти то же самое Тыркаемся по темным коридорам, дергаем рычаги, ищем ключи Решаем иногда адекватные, иногда не очень головоломки Добавилось несколько новых штуковин Вроде редких программируемых растяжек Которые отключить проще, чем умереть в зове к туху А еще компьютеры, в которых установлена операционная система Балдженос Или типа того Они, в общем-то, ни для чего особенного не служат Разве что для открывания дверей и чтения сюжета Также добавили одну из самых тупых вещей в мире видеоигр вообще Поиск секретных предметов В данном случае это какие-то статуэтки никому не нужные Я не знаю, покажите мне хоть одного человека в здравом уме Который будет прочесывать каждый пиксель сраной локации ради каких-то артефактов Которые вообще никак не влияют ни на геймплей, ни на концовки, ни на нихрена Хотя нет, в данном случае они кое-что делают Знаете, что именно? Если собрать их все, получите пароль Ну, он пригодится в двух местах В каталоге игры есть запароленный архив Внутри парочка обоев, много набросков и чертежей, так сказать, черновиков игры И видеозапись, где разработчики обдумывают движение зомбей Мелочь, но довольно приятно Ооо, то есть ты имеешь в виду те вещи, которые обычно честные разработчики дают бесплатно, да? И еще пароль нам пригодится для ввода его на компьютере бабы Получим мы мини-игру с Чамп Хм, аутфаги подрочат Идея не нова, но довольно забавна Меня зовут Филипп Моя семья давно мертва Все мои друзья мертвы И я сам почти мертвец И вот я нахожусь в очередном мрачном кабинете И играю в Чамп, блядь! Причем, как это ни странно, но надо сказать, это вполне крутой скролл-шутер Серьезно, может это звучит дико, но я с удовольствием поиграл в него какое-то время И не один раз Не так, конечно, круто, как игра такого плана в новом Heroes 2 Но, хей, нельзя получить все и сразу Что еще нового? Появилась возможность крутить предметы в пространстве, когда они у нас в руках Неимоверный плюс Также в игре нет оружия Вообще В смысле, тут по-прежнему валяются, конечно, стальные трубы и прочие опасные предметы Но использовать их для решения идеологических конфликтов с монстрами уже не выйдет Штат монстров, кстати, сократили, грубо говоря, до одного Знакомьтесь Мертвый, бескожий мутант с членом в жопу Какого хрена творилось в голове того, кто это придумал вообще? А в любом случае они довольно безобидны Они бегают медленно, даже если подойдут впритык, ничего не стоит убежать от них Таким образом, шансы погибнуть от чего бы то ни было, кроме как от падения или старости, в этой игре падают до ничтожных Поймите меня правильно, собаки были простыми Но они все равно могли убить вас Управление могло скосячить или коробка могла соскочить из-под ног В общем, была опасность Здесь нет Кроме того, в самом начале игры у героя случается несколько галлюциногенных приходов И мы склоняемся по, я полагаю, собственному подсознанию В крайне ебанутом окружении Вот это очень крутой момент Вот честно, просто посмотрите Это же в какой-то степени здорово Вот только жаль, что за игру этого больше нигде не встречается А действительно жаль, это бы помогло Ну вот собственно и все Можно также сказать, что атмосфера в целом осталась, конечно Но в свете обновлений сеттинга уже немного другого плана Хотя все равно местами довольно жутко и цепляет Вот, например, в питомнике Если залезть в пустую собачью будку И нет, я не знаю ни одной причины, по которой это стоит делать Происходит жуткая хрень Эй, третья часть, Джуси Джу, что скажешь? Хуйня хуйней Тут теперь и сдохнуть-то нереально почти Врагов хуй, а сюжета писенька Девять уровней не связанных друг с другом и две концовки Одна ебанутая, другая суровая Зато физический движок работает вовсю У нас даже появится шарик рук И можно найти Лога Портова Логики, блять, убавилось в разы Как же опустить мост? Конечно же, кинуть в него бутылку кетчупа, которая взорвется Все логично Я могу взорвать ебаный мост, пока летит мой любимый кетчуп Ну, как-то так На игру я потратил пять часов, не заглядывая в гайды Хуяйды Также в игре есть девять артефактов, по каждому на уровень Найти их довольно сложно Что же они дают? Абсолютно нихуя Мы получим в конце кусочек текста о Филиппе И все Текст уныл до охуения И ничего он не раскроет, ну вот Обидно Согласен, третья часть просто шутка Монстров нет Шансы умереть от чего бы то ни было, кроме падения с высоты, почти нулевые В итоге мы имеем девять уровней головоломок в духе Портал Только исполненных невероятно вторично Стандартный уровень выглядит так Куча лестниц, рычагов, непонятных херней, шар компаньон Нужно собрать несколько вот таких желтых мешков и войти в Портал, который ведет к следующему уровню Мне действительно не хочется говорить об этом Я не знаю, опять в рации голос рыжего Видимо, чтобы между этой и предыдущими частями была хоть какая-то связь Головоломки часто из серии «Выбирай свое время тщательно» или «Придется бежать сюда снова весь уровень» Атмосферы не осталось вообще В принципе, есть даже какие-то жалкие, ничтожные потуги изобразить собственный вариант Кладоса Вот этот вот электронный женский голос иногда И под словом «иногда» я имею в виду раза четыре за игру Обращается к нам лично Что никак не объясняется в принципе Задачки типа «протащи шар между лазеров, пока они мигают» В общем, вы все уже прекрасно поняли Это позор и совершенно недостойное завершение серии Итак, подводя итоги Кенумра Интересный, мрачный проект Больше триллер, чем хоррор Который был довольно амбициозен Но, к сожалению, утонул в океане рутинности к середине второй части Впрочем, любителям подобных игр очень рекомендую попробовать Что же касается до третьей части Лучше поиграйте в Портал Правда С вами был Зулин И еще этот Джусин, же будешь прощаться? Нет А чего так? У меня нет времени У меня на второй линии разработчик терминации И сейчас я угрожаю его семье А, у него есть семья? У него есть собака Я думаю, этого хватит А, ну, удачи тебе с этим Спасибо за ваше время Удачи Субтитры сделал DimaTorzok